Микс Ньюс Ученые бьют тревогу Неизвестно, как дело повернется, может ледниковый период начаться Если человечество не предпримет реальных действий, в ближайшие годы нашу планету ждет климатическая катастрофа Потому что человек просто элементарно превращается в ледушку Как ее избежать? Да ну запретите вы пластиковые пакеты, от этого воздух чище станет Что на самом деле происходит с климатом? 20 тонн ублекислого газа на душу населения Слушайте по пятницам на Радио Болтком Авторскую программу Константина Рангса Климат-контроль Действительно, только что называется, открыть ящик Пандоры Добрый день, уважаемые слушатели Начинается программа Климат-контроль И с нами на прямой связи морской геолог, журналист, популяризатор науки Константин Рангс Здравствуйте, Константин Добрый день, добрый день Как всегда говорим о том, что происходит в стране и мире Чаще это касается, конечно, каких-то экологических проблем И вот сегодня хотели поговорить о том, почему все-таки реакция на какие-то экологические вызовы Бывает совершенно разной в Латвии и в Западной Европе Где, скажем, вопросы экологии это очень важная часть и политических программ партий и общественных движений И люди очень как-то бурно реагируют и проявляют свои гражданские инициативы, права Как раз таки по вопросам, которые касаются окружающей их среды И у нас как-то все-таки это такое ощущение, что люди достаточно инертные или пассивные или что, или почему Ну это действительно очень серьезный вопрос, который обсуждается очень часто Особенно, кстати, в среде политиков Потому что вообще можно заметить, что люди проявляют какую-то активность Выходят на улицу в двух случаях принципиально Либо когда ситуация совершенно ужасная и деваться им больше некуда И при этом они понимают, что, как говорится, никто их не спасет Вот тогда они начинают бунтовать самым простым образом Вторая ситуация — это когда люди, наоборот, живут достаточно хорошо Они видят возможности как-то повлиять на власть придержащих И, с другой стороны, опять же, существуют какие-то явления, с которыми они хотят бороться Ну вот можно пойти от противного Посмотрите, минувшая неделя была совершенно катастрофическая для юго-запада Японии Но если посмотреть репортажи, особенно, вот, мы рекомендовали бы посмотреть репортажи на том же Евроньюсе Там показывали, что происходило Вы представляете себе автомобили, заброшенные на крыше зданий двухэтажных То есть высота воды на улицах поднялась пять метров от уровня улицы Это второй этаж полностью И вот такой был поток Погибли люди, по-моему, несколько десятков человек Но там уже считают так, что есть пропавшие в безвести, но это, скорее всего, погибшие люди Разрушенные дороги, разрушенные среди коммуникаций Но что делает японское правительство? Японское правительство бросает туда армию Вот эти, как называемые, силы самообороны Чем хороша армия? Армия хороша тем, что, во-первых, она технически оснащена Во-вторых, это люди, которые подчиняются приказам И если сказано, что, называется, нужно срочно что-то рыть Они не будут думать о том, рыть им, не рыть, когда рыть Они будут копать И это очень важно именно в случаях именно аварийных, катастрофических ситуаций Когда нужно действовать быстро и не рассусолив Поэтому, собственно говоря, японцы, они понимают, что у них есть государство Есть вот инструменты, с помощью которых оно будет стараться помогать Ну, возьмите, там была авария в Фукусиме Атомная Тоже, в общем-то, старались делать максимально все, что только можно Положительный пример — это Западная Европа В Западной Европе стоит вспомнить Вот сейчас молодежь-то, конечно, считает, что Западная Европа Она всегда была такая чистенькая Красивенькая И вообще отполированная до бле Ничего подобного Например, стоит в наше еще поколение помнить Замечательные фотографии Реки Рейн, которая покрыта полутораметровым слоем пены В реке Рейн нельзя было не то, что там рыбу ловить Там купаться мне нельзя было Это была восточная канава Европы И вот в какой-то момент европейцам это очень надоело И они, в общем, стали выходить на улицы Вот эта вот волна зеленого движения в 70-е годы И понимаете, вот ситуация какая Когда ты видишь, что правительство и корпорации поддаются Приходят все новые и новые люди Чтобы продолжать вот так вот их толкать Эти самые корпорации И тогда действительно можно сказать, что существует какое-то движение Люди на Западе, я имею в виду Западную Европу Верят в то, что они могут воздействовать В основном верят в систему И по этой причине они выходят Есть и обратная ситуация О том, что люди понимают, давным-давно уже поняли Что поодиночке или сидя на кухне и бубнясь Ничего не сделали То есть необходимо действительно организовываться Соединяться в какие-то группы То есть партия Это в той же самой Германии, Франции Это же не просто, условно говоря Коллективный такой между собойчик Политиков и общественных активистов Которые хотят занять места в парламенте А потом еще и в Европарламенте Там это действительно массовые явления И это действительно захватывает активистов Поэтому то же самое зеленое движение Там активно Но я хотел бы обратить внимание Что там есть не только зеленые движения Связанные с экологией Есть, например, люди, которые активно выступают За сохранение, например За поддержку, как они называют, нормальных автомобилей И тоже есть Есть движения, которые выступают за ремонт За то, чтобы компании выпускали изделия не одноразовые А чтобы эти изделия можно было ремонтировать Но что самое интересное Что они даже не столько про экологию пекутся А сколько про, скажем, работу для людей Потому что если есть что ремонтировать То, естественно, нужны тогда ремонтники Бутовых машин, автомобилей Обуви, в конце концов Одежды Мы же перестали ремонтировать одежду А вот если мы будем это ремонтировать То появится огромное поле Для ручного, для мелкого бизнеса Причем самое интересное Шить новое уже могут роботы Ну или там склеивать, паять А вот, допустим, все переделать Все равно нужны человеческие руки И вот это очень важный момент В эпоху роботизации Роботы делают изделия Но чинят его уже люди То есть это тоже движение И надо отметить, что, допустим, в той же Британии Оно достигло очень значительных размеров А оно присутствует и, кстати, в технологическом штате В Калифорнии, казалось бы Там все должны быть помешаны Именно на изделиях, так скажем, новых И роботосозданных роботами Но ничего подобного Там есть и те, кто уже накушался этого И как раз хочет, чтобы сохранилась Какая-то способность сделать самому В том числе с экономией У нас же получается очень интересная система Мы, конечно, хотим жить хорошо Но с другой стороны, будем говорить откровенно В массе-то своей мы не верим Что наше возмущение и недовольство Может каким-то образом повлиять на власть придержания Ну, в основе своей вы посмотрите Когда были в Латвии Последний раз массовые выступления Причем, которые бы охватили всех Помните, год назад говорили о том Что с машинами будет Там какая-то очередная экологическая засада Типа того, что старые машины От них придется отказать Ну, понимаете Люди, как мы видим, возмущались Звонили на радио Большой вопрос, если бы ввели такое постановление Люди вышли бы на улицы Или все-таки, что называется Стали бы голосовать ногами У нас очень интересная ситуация иногда складывается Похоже, что люди просто-напросто решают вопрос Не каким-то образом пытаясь изменить что-то внутри страны А просто-напросто меняя страну И вот это тоже очень важный момент А, кстати, опасный звоночек для власть придержащих Потому что Если люди готовы не спорить А просто-напросто уйти То это означает, что в конечном счете Сама вот эта основа существования государства Начинает разрушаться И экологические вопросы, они очень серьезные Куда ни тень Вот сейчас Особенно, когда Европейский Союз Мы в Европейском Союзе Европейский Союз Крайне обеспокоен вопросами экологии А обеспокоен он потому, что Ими обеспокоены главные страны Будем говорить откровенно Есть главные страны в Евросоюзе Это Германия Это Франция Иже с ними Там, глядишь, еще и Скандинавы подтягиваются Италия У нее проблемы, вечные проблемы Но это одна из учредителей Евросоюза Не стоит забывать Люксембург маленький Но он очень богат Нидерланды, Бельгия Вот в этих странах Эти вот мысли Они очень хорошо развиваются И они продвигают их Поэтому, в принципе, у нас Так хотим, мы не хотим Но у нас все равно будут появляться Какие-то сверху спускации Из Брюсселя Инициативы Но воспринимаем мы их тоже Очень специфически Смотрите сами Ну, например В Европе говорилось о том Что нужно уделять больше места Пешеходам Ну и велосипедистам Да? И вот недавно мы узнали Что будет эксперимент Сделаем улицу Тербата с пешеходами Ну вот Хорошая идея Но весь вопрос Это люди Народ С улицы Тербата Стребовал Чтобы их улицу сделали Пешеходной Или это пришло решение Сверху откуда Вот решили Ну какую улицу Сделаем пешеход Ну какую Нижанку Ну давайте вот сделаем Тербата Все равно она Брусчаткой покрыта Автомобилем ехать шумно А люди пусть кочеврят Ну особенно Правда надо сказать По брусчаткам тоже ходить Не очень хорошо Да, уж на каплуках Конечно Особенно Это вообще Честно говоря Сексизмом отдает Ну ладно Опустим Вопрос в другом Действительно Вот сделаем эту улицу Вопрос такой Она не нужна Как транспортная артерия Потому что Если она нужна Как транспортная артерия Может быть Просто-напросто Камни надо выкопать И ее нормально Засфальтировать И будет тогда Хорошая транспортная артерия Или она вообще Не нужна Как транспортная артерия Сделаем ее Как эту самую Пешеходную зону Да Но чтобы пешеходная зона была Но все-таки Тоже нужно ее переделать И как понять Пешеходная зона Это частично Пешеходная зона В смысле Там перебегать Переходить улицу Можно будет Как хочешь И не смотреть Автомобили Которые тогда Не будут иметь право Заезжать Автомобили будут Иметь право Заезжать Служебные Это которые там Товары развозят И второе Это тех людей Которые там живут Но ведь Проблема-то Заключается в том Что настоящая Пешеходная улица Она там Продумана Как будут Заезжать машины А для пешеходной улицы Нужно Чтоб там были Скамейки На которых Люди могут Посидеть Где мамы Могут с колясками Остановиться Зеленая зона Какие-то Хорошо бы Поставить То есть Возникает вопрос Это вам не просто Улицу взять Закрыть Понавесить знаков И сказать У нас пешеходная улица Это Серьезная работа Над этим И В принципе Нужно Об этом Конечно же Спросить Местное население Хочет ли оно Чтобы эта улица Была пешеходной Вот такой Либо Ее бы все-таки Хорошо бы Заасфальтировать И чтобы По ней Ездил Транспорт Ну пусть Она будет Какого-то Одностороннего Движения Ну Об этом же Нужно говорить С людьми Опять же Может быть У нас есть Какие-то Другие улицы Которые Вполне Можно было бы Территорией Сделать Пешеходной Я так думаю Что например По примеру Тех же самых Западных Муниципалитет Стоило бы Пример Устроить бы Плевисцит Обратиться К жителям О том Что вот Как говорится Надо Все-таки Нам делать Пешеходные Улицы Так давайте Думаем Что мы Сделаем Такое впечатление Что сидящие Наверху Думают Что А что Спрашивать Что не Спрашивать Все равно Ничего не Ответить Толкового Ну так Собственно Может быть Попробовать Потому что Если спросить И никто Не ответит То тогда Появляется Возможность Сказать Ну раз Вам все По барабану Вот на этом Основании Мы же вас Спрашивали Спрашивали Вы не Ответили Не ответили Ну вот По улице Дербан Но это Не является ли Это каким-то Отголоском Вообще Советского Менталитета Когда Ну вот Я помню Прекрасно Когда Только начиналась Перестройка И вдруг Спускались Сверху Директивы Что вот Надо бы Там Покритиковать Чуть ли не Сверху Говорили Вот ты Петрович Сегодня Будешь Критиковать Значит Там Да что Я живу Ничего Вот Ты должен Покритиковать Потому что Так надо И вот Ну Абсурдные Смешные Ситуации Которые Вы смеивались Но это Вот Осталось В памяти Что Приходящие Сверху Какие-то Вроде Вам нужно Самим Принимать Решения Воспринимались Панически На местах Ну С одной Стороны Можно сказать Так 30 лет Уже прошло Как нет Советского Союза Уже Второе Поколение Так скажем Подрастает Время Идет С другой Стороны Мы же не Сами Варимся В своем Собственном Соку У нас Вот Пожалуйста Европа Есть Или Получается Что мы Просто-напросто Перенесли Вот Раньше Была Москва Откуда Ходили Инструкции Сейчас У нас Брюссель Откуда Приходят Инструкции Как Оно Получается То есть Люди Не Изменились А Возникает Вопрос А может Быть Они И раньше Были Такими Эти люди Но Вопрос Очень Серьезный Если Не пытаться Ничего Вот Менять Если Не пытаться Говорить С людьми О серьезных Вопросах То естественно Люди И говорить Не будут Но Говорить Опять же С людьми Надо В соответствующее Время Потому что Вот как раз После того Как были Ямы И промоины Вот как раз В этот момент Стоит Говорить На всех Уровнях О проблеме Города И о том Что Вот у нас Нам нужно Делать С нашей Ливневой Канализацией Когда Засуха Ну тогда Об этом Не надо Говорить Люди Об этом Не думают А вот Когда Засуха Может Возникать Вопрос О том Что у нас Делать С кондиционерами Например Это очень Важный Момент Нужно Отвлекаться На ту Проблему Которая Существует В данный Да Но вот Например Свежие Примеры Уже Из латвийской Истории Когда Были Например Выходили На улицы Массовые Волнения Манифестации По поводу Судьбы Русских Школ Ведь Тогда Президент Вайровики Фрейберга Как раз Таки Скал Хорошо Вы можете Это ваше Право Вы можете Высказываться Но сделаем Как Вот Мы решили То есть Это абсолютно Ну был дан Такой вот Очень Ясный И четкий Сигнал Другая Ситуация Уже Наших Дней Когда Собираются Вырубить Деревья Для того Чтобы построить Ну на месте Бывшего Велотрека На улице Марса Там Здание Национальной Безопасности Опять-таки Есть Вот снизу Инициативы Отстоять Этот земельный Участок Люди Приходят И протестуют И в принципе Это попытки Даже Массового Какого-то Вот показать Что да Мы хотим Все-таки Чтобы Здесь Была Природа Чтобы Здесь Ну исторически Был парк Где можно было Гулять И опять-таки Звучат Голоса Да Вы можете Это ваше право Вы можете Постоять в пикете Мы вам разрешим Но это решение Уже принято И оно изменено Не будет И это говорят В принципе Люди Ну вот В ранге Министров То есть Не это ли Сразу убивает Вот эту Попытку Инициативы Когда Власть четко Говорит Вы для Проформы То есть Вот для галочки Мы соблюдаем Все демократические Процедуры Вы можете Высказаться Что вас Что-то не устраивает Но мы уже Приняли решение И ваша Инициатива Не имеет Ни малейшего Значения Не убивает ли Это на корню Вот как раз Такие Ну вот Один раз Второй раз Третий раз И люди Думают Ну а что Что мы можем Что мы можем Сделать Мы не можем Идти против ветра Мы не можем Проще Наверное Уехать И уехать В ту страну Где К мнению Людей Прислушиваются Вот как раз В той стране Где мнение Людей Прислушиваются Люди Бы очень быстро Стали Именно организовываться В какую-то Организованную Силу Потому что Условно говоря Ведь Не первый раз Соберутся люди Да Начинаются Там Нужно что-то делать Говорить Сразу Там возникает Вопрос А кому Говорить Как Говорить Кто Знает Ведь Далеко Не все Люди Которые Имеют Какое-то Мнение Которые Готовы Его Отстаивать Не в состоянии Это мнение Донести Есть много Проблем Так вот В этих случаях Существует Вот эта Вот идея Организации В Условно говоря В партию В какую-то Организацию В какую-то силу Ведь Например Не стоит Забывать Что мы же Не одни Сидим В Евросоюзе И условно Обратите Внимание В этом отношении Интересно Стоит Посмотреть Я видел И Финов Например Так Как действовали И поля Вот например Они очень быстро Польская диаспора Уже в Европе Очень большая Вот Они очень организованы Между собой И они четко понимают Где сидит Главная кнопка Где находится Главная кнопка Она в Брюсселе И они И они вот Едут В Брюссель В Страсбург И начинают Там выступать Они не едут Все Кто недоволен Но они Собирают Тех людей Которые Говорят На языках Европейских Которые Умеют Говорить Которые Можно Да Они вместе Скинутся Оплатят Им поезд Или Допустим Какую-нибудь Гостиничку Но Они Делают Вот этих Депутатов Которые Начинают Отстаивать Их мнение И самое интересное Что Как только Появляются Какие-то Результаты И видно Что человек Действительно Болеет Умеет Общаться С Высостоящими Да Когда Происходят Следующие Выборы Этим Людям Уже Не нужно Думать За кого Голосовать В попытках Что это Там за Персона Появилась Они уже Голосуют За тех Людей Которые Проверены На общественной Работе Вот это Очень важно И уже Эти люди Тогда Будут Отстаивать Их Интересы Они Потому что Сами Вот Оттуда Вышли Вышли Из этой Среды Это Очень важно Это Не то Что Человек Который Жил Себя Хорошо И Интересно Потом Решил Сделаться Политиком Вот И вот Он Как бы Сам В политике Вот А Люди О которых Он Вроде бы Говорит Они Как бы Стране У него Нет Этой Связи А вот В этих Демократических Странах Которые Мы Так Скажем Любим И Куда Все Стремятся Уехать Там Как раз Вот Эта Система Присутствует Есть Всякие Белые Вороны Семья Не без Урода Но В общем Системе Они И Отработали Поэтому Я считаю Что Нам Нужно Тоже Так Двигать У Нас Есть Звонок Здравствуйте Добрый День Пожалуйста Константин Вы сейчас Говорите О самом Важном Самом Главном Но То Как Вы Это Изложили Говорит О том Что Ничего Невозможно Применительно К Латвии Кто Поедет Куда Поедет Какие Депутаты Будут Отстаивать Кто Будет Кнопку Нажимать То Полный Ноль На Каждый Ваш Момент То В Финляндии В Эстонии В десятки Раз Больше Активности В партиях В общественных Организациях Вы сейчас Польшу Упомянули А вот Конкретно Вы могли бы Какие-то Фамилии Кто Как Это Мог бы Воплотить Применительно К Латвии Я считаю Что Никто Никак Или я Ошибаюсь Спасибо Ну Здесь Уже О конкретных Каких-то Фамилиях Идет речь Я не знаю Насколько Можно Ли Сейчас Говорить Вот О конкретных Людях Которых Можно Было бы Отправить В Брюссель Условно говоря Голосовать Ну Протестовать С протестами Ну Я думаю Что очень важно Чтобы люди Вы сами Называли Тех персон Которые Им кажется Вот В данном Случае Наш Уважаемый Слушатель Он как раз Скептически Относит Он не видит Персон Которые Были Возможно Кто-нибудь Бы еще Если Была Такая Ситуация Он Мог бы Назвать Вот О том Что Допустим Есть Какие-то Люди Которыми Мы доверяем Я просто Хочу Сказать Что Мы же Начинаем С чего Начинаем Это все Время С позиции Почему Наши Сограждане Не так Активно Относятся Ко всевозможным Проблемам В том числе Проблем Которые Связаны С Климатическими Событиями И с теми Изменениями В нашей жизни Которые Будут Проводиться В Европейском Союзе В этой связи Мне кажется Что Как раз Вопрос О том Что Это тема О которой Нужно Говорить И не нужно Будет Стесняться Говорить О каких-то Вот мы привыкли Говорить о том Что есть Какие-то Неудачи Хорошо Хорошо Мы бы Говорили Там Были Допустим В эфире Говорили О каких-то Успехах Ведь Это же Масса Людей Которые Что-то Добиваются Что-то Они Пробивают Хорошо Работают С людьми Вспоминайте Этих Людей И может Быть Тогда Действительно Как бы Появится Вот Эта Самая Инициатива Снизу Не надо Стесняться Хвалить Людей За то Что Они Сделали Хорошо Это Мне кажется Очень Важно Люди Должны Понимать Они Должны Чувствовать Поддержку И тогда Таких Людей Которые Будут Помогать Работать Станет Еще Больше Ну что Ж Спасибо Большое Я напомню Что В программу Выходит Климат Контроль По пятницам И с нами На прямой связи Был Журналист Морской Геолог Популяризатор Науки Константин Ранг Спасибо Большое И До следующей Пятницы Всего доброго